В апреле в России традиционно начинается весенний призыв на воинскую службу. Новая призывная кампания не сильно отличается от предыдущей, хотя изменения все же есть. Теперь, чтобы исполнить свой гражданский долг, призывник может встать на учет не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Изменения коснулись и председателей призывной комиссии. Раньше эту обязанность несли главы районов. С этой призывной кампании опять же вернулись председателям призывных комиссий главы администрации муниципальных образований. Это, я считаю, усиление призывной кампании. Почему? Потому что больше рычагов управления. Ну и, соответственно, будет повышен спрос на местах. Показатели годности молодых людей тоже подросли и составляют 79,4%. Чаще всего призывники по-прежнему страдают психическими расстройствами и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но в последнее время, по словам главного военкома, появилась и новая тенденция. Ожирение третьей-четвертой степени – это та болезнь, с которой юноши не подлежат призыву. Это говорит о том, что юноши ведут малоподвижный образ жизни. Даже вот я вспоминаю себя, когда мы были раньше в школе, обучаясь на перемене. У нас не было никаких телефонов, никаких гаджетов. Бегали, играли. Сейчас все юноши сидят в телефонах, даже не только в личное время, но и в перерывах между занятиями. Количество уклонистов продолжает расти. Если в 2017 году на воинскую службу не захотели идти всего 10 человек, то в 2018 их количество выросло до 23. Стоит отметить, что по решению суда уклониста могут и посадить на два года. Но в нашей области их, если и поймают, приговаривают к штрафам. Максимально в 2018 составили 50 тысяч рублей. Количество увеличивается. Соответственно, больше граждан привлекается к административной и уголовной ответственности. Если в 2017 году у нас было возбуждено 4 уголовных дела, то в 2018 году 18 уголовных дел. Это вот практически в 4,5 раза количество уголовных дел в отношении уклонистов увеличилось. Всего до 15 июля призовут 1410 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. По словам военкома, не исключена и альтернативная гражданская служба, которую в прошлом году проходили 10 человек. В основном пацифистам предлагают работать на почте России. Но сначала они должны доказать комиссии, что не могут взять в руки оружие.